Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал, как заработать деньги в интернете. Автор данного канала рассказывает интересные фишки, на которых реально можно поднять бабла. Также, ребята, замечу, что помимо того, что он рассказывает всякие фишки по заработку в интернете, каждую неделю он разыгрывает неплохие деньги. В общем-то, ребята, ссылочка на этот канал будет в описании. Переходите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Ну, погнали смотреть видос. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня мы с вами будем записывать необычное видео для моего, опять же, канала. Это будет не рубрика, это будет у нас летсплейчик, ребята, да. Но тоже необычный летсплей, там, где мы просто будем нагибать или что-то какой-то фигнёй страдать. Я сегодня вам расскажу про два моих аккаунта, которые вы думаете, что я продал, и куда они вообще пропали, куда они делись. Короче, об этом всём поговорим. Буду я записывать с легендой, поздоровайся. Здорово, бандиты! Да, вот, и, ребята, первый аккаунт, то есть, я расскажу о своей основе. То есть, это ник которого Вайдер, который пишется не через две буквы В, да, как у меня сейчас есть аккаунт, а именно ник Вайдер, который там первая буква W. Вот, вы меня тоже часто прямо о нём спрашиваете, так как название канала именно Вайдер. О, здесь три точки на полигоне, это? Да, 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 конечно. Я даже не знал, если честно. Вот, вы, ребята, очень меня частенько об этом аккаунте спрашиваете, типа, Вайдер, а почему ты не играешь, типа, на своей легенде пятой, там, как вообще у тебя происходит, куда ты его делал, зачем ты его продал, мне даже там в осуждение писали. Очень частенько, кстати, мне пишут именно на стримах, что я, типа, продал свой аккаунт, потом пересоздал новый аккаунт с похожим ником и прокачал его. Вот мне как будто заняться больше нечем, серьёзно. То есть, ребята, я вот сейчас не рофлю, ничего там такого плохого не хочу сказать именно о тех людях, которые это пишут и думают, но серьёзно, как бы, были такие Шерлоки, и я иногда просто охереваю. Как вообще у людей до такого мозги, как бы, додуматься? Вот делать мне нефиг свой аккаунт, как бы, продавать и заново качать аккаунт, чтобы у меня был, было, это, какой-нибудь, блин, диапазон званий именно с легендами. Вот как будто заняться мне больше нечем. Вот, сейчас я вам расскажу, куда же он пропал и почему я на нём не играю. Ребят, дело в том, что его забанили, именно забанили за мои видеоролики. Некоторые видеоролики, тоже там некоторые, не знаю, дети недалёкие, пишут мне в комментах, что, типа, мою основу забанили за читы. Нет, ребята, мою основу забанили именно за два видеоролика. Это первый видеоролик назывался, там, связанное про взятие голдов. Я, короче, там рассказывал на примере Ховика. То есть, у него там, я, короче, не буду говорить там. То есть, пачка была связана с тем, что там можно было брать голды вообще беспрепятственно, вообще ни о чём не парясь. И, как бы, этот вариант работал вообще на изичах. Соответственно, это было первое видео, по которому причине меня забанили. И, ребят, второй видеоролик, по которому меня забанили, это тоже связанный с увозом флагов. Там можно было через все танки просто... Ну, знаете, как наигнорить текстуру, только читов там юзать не нужно было. Там нужно именно было пользоваться в этом случае, что во первом, что во втором, багами игры. И суть в том заключается, что в этих видеороликах я, ребята, рассказывал, как этими багами пользоваться, как ими... Ну, то есть, я по факту рассказал то, чего не нужно. Как этими багами пользоваться. И, соответственно, все их начали пользоваться, жалобы пошли. И мой аккаунт прикрыли. Также, именно по этой причине мне не выдают спектатор. Там, как многие думают, что типа, Вайдер, почему у тебя такой большой канал, тебе не выдают спектатора. Ребят, все по той же самой причине. И сейчас, именно вот сейчас, я прикреплю вам скриншот как раз-таки от одного там из администраторов или кураторов, модераторов. Там, когда я писал никнем его Flanagan. В принципе, можете его проверить на форуме. То, что это действительно как бы подлинный аккаунт. Он такой существует. И он там мне написал, типа, что это не его личная прихоть, что он мне не хочет выдавать спектатора. Типа, вот этот режим, что они как бы действительно не сотрудничают. Типа, вот не выдают спектатора. Именно тем игрокам, кто рассказывает об ошибках игры. И тем, типа, известно, как этими ошибками пользоваться. То есть, все. Мне уже в этом плане дорога закрыта. Спектатор мне не получить. И это связано, опять же, с тем, что вот я по своей тупости, по своей дурости рассказал про вот эти два бага. И все. Теперь мне туда дорога, так сказать, закрыта. Вот. Ну, в общем-то, хрен с ним. Закрыто так закрыто. Я не сильно-то опечалился. Ну, бог с ним. Как бы не дают, не выдают. У меня в любой момент есть Алексей, который может заскринить там какой-нибудь смешной или интересный момент. Так мне полагается. Так что можно по факту даже и не париться. Хотя немножко даже обидно, я бы сказал. Вот. Ну, ладно. Это такое уже дело. То есть, именно, ребята, по этой причине я не катаюсь на своем том аккаунте. Я, ребят, никуда его не продал. То есть, ну, продавать свои аккаунты, мне кажется, ну, это вообще гониво. То есть, я этим никогда, как бы, промышлять и страдать такой фигнёй не буду там. То есть, кто там продаёт свои аккаунты? У меня, ребята, грубо говоря, фиолетово. Можете делать с ним что хотите. Я исключительно говорю про свои аки. Потому что, если я продам какой-нибудь свой аккаунт, вы прикиньте, там, какой-нибудь, я не знаю, чувак, который купит его, там, зайдёт, там, в какую-нибудь битву и будет от моего лица писать, там, допустим, некоторым игрокам всякие гадости. Вот. А игроки-то будут думать, что это я пишу. И, соответственно, мне это нифига не надо. Вот. Чтоб так про меня думали. Довольно-таки не в хорошем амплуа. Вот. Второй мой аккаунт, который вы, кстати, ребята, тоже думает, что я продал. Я вообще не понимаю, как это у вас в голове укладывается. Это вот этот аккаунт, на котором я сейчас играю. То есть, это аккаунт с ником Псих. В своё время я снимал на нём тоже очень-очень много видеороликов. Но потом, ребята, этот мне аккаунт тупо надоел. Именно по этой причине я на нём, ребята, не снимаю. То есть, я вообще не понимаю, не знаю, что здесь снять. Как бы у меня есть Спасибо, мой мульт. У меня есть вот этот аккаунт. Они примерно одинакового звания. И как бы я решил, что от одного аккаунта нужно нам по-любому избавиться. Ну, как бы я на нём снимать не буду. И этот аккаунт у нас, к сожалению, оказался аккаунт с ником Псих. Вот. Он как бы у меня есть, но снимать я на нём вообще не вижу никакого смысла. Может, там зайду в какую-нибудь там каточку, где-то что-то можно интересно снять. Но на постоянной основе он у меня не появляется. Потому что, как бы, ну, у меня есть один точно такой же аккаунт. На одно звание повыше. Но это, как бы, суть и соль всего видеоролика, как бы, и всей сути этого аккаунта не меняет. Потому что, ну, какой смысл снимать, смотри, на двух примерно одинаковых аккаунтах. То есть, и на том, и на том аккаунте есть примерно одинаковые, как бы, вооружения. И нужно выбирать что-то одно, чтобы не париться, чтобы лишний раз не заходить. И этот аккаунт, ребята, у меня сейчас просто простаивает. Иногда вот я на нём захожу, как сегодня я решил записать этот видеоролик. Потому что, серьёзно, иногда на стримах просто жопа горит, полыхает от этих всех следователей, которые там пытаются меня там в чём-то, знаете, уличить, что я свой аккаунт продал. Некоторые мне, кстати, ребята, на стримы заходят. Так я на этот аккаунт долго не захожу. Они такие заходят и говорят, ха-ха, Вайдер, я твой аккаунт, психа, взломал он сейчас у меня. Я как дебил, прямо на стриме, короче, захожу на этот аккаунт, проверяю, там почта всё нормально, логин всё тот же. Потом говорю, ах, вы собаки такие обманываете меня. Негодники, а я вам верю. Захожу, проверяю, чтобы, опять же, ребята, от таких у нас ситуаций избавиться. Я всё-таки решился записать видеоролик. Думаю, он для кого-то будет всё-таки интересным, потому что, ну, серьёзно, как бы, жопа полыхает, жопа горит. Вот. Ну и под конец сие видео также вам, ребята, расскажу про конкурс, который у нас проходит абсолютно в каждом видеоролике. То есть, конкурс от сайта Крисми на 25 тысяч кристаллов, то есть, 5 победителей, которые выполняют простые правила. То есть, это лайкнут данный видеоролик, напишут комментарий со своим никнеймом. Ну и, конечно, нужно подписаться на мой канал. То есть, быть подписчиком моего... Нихера себе, как я в минус пал. Быть подписчиком моего канала. Всё, ребята. Считай, сутки проходят. Я подвожу итоги. Там иногда я выкладываю это всё дело у нас в паблик ВКонтакте. Но в последнее время, если честно, мне было бы ломо это делать. Поэтому я просто подвожу итоги, как бы зачисляю кристаллики. И потом такие люди мне пишут с благодарностью. Типа, Вайдер, у меня, типа, на аккаунт пришло 5000 кристаллов. Типа, это я у тебя выиграл, что ли? Он такой, да, это ты меня выиграл. Всё, думал, что кто-то тебе там ошибся, именно на твой никнейм задонатил 5000 кристаллов. Это довольно-таки забавно. Блин, кстати, знаешь, раньше какая была фишка. Я раньше как думал, что может быть такое, что если создавать какие-нибудь циферные ники, что там может быть, кто-то пойдёт. Раньше задонатили через автоматы Киви, и там на какую-то циферку ошибётся, и типа, и задонатит мне. У меня там была где-то в 2010 году что-ли такая мысля, переименовать себе никнейм с ника Вайдер, и поставить какой-нибудь циферный ник, типа, знаешь, там однёрки, шестёрки, и надеяться в надежде, что кто-то меня нечаянно задонатит. Какой я был наивным мальчиком. О, больно. Нормально такая темно. Но я тогда был маленький, то есть я тогда искал вообще все способы, чтобы мне подзаработать. Как заработать кристалл в интернете, ёпта. Вот, то есть я даже до такого дебильного хотел там додуматься. Да, вроде у нас даже смены ника не было, и чтобы мне такую фишку провернуть, мне пришлось бы тупо новый аккаунт создавать. То есть это такое себе дело. Вот. Ну, в общем-то, ребята, у нас вот такой получился видеоролик. Думаю, уже эти вопросы именно ко мне у вас отпадут. Аккаунты, ребята, свои я не продаю и не буду продавать. Тому тоже мне маленькие, так сказать, предприниматели пишут, типа, Вайдер, продай мне свой аккаунт за 1000 рублей, там, за 100 рублей. Или, там, говорят, Вайдер, давай, типа, я тебе скину 70 голдов, а ты мне аккаунт свой дашь. Что? Что? Кстати, про 70 мне вообще вчера предложили за 70 тысячу рублей продать за основу свою. Нормально. Я такой, я подумал, я аж подумал чуть-чуть. Не, все, остановись, остановись. Не-не-не. Блин, ну да, это очень много уходит времени, тем более времени у меня, ребят, нет на прокачку аккаунтов. Чтоб опять его качать до легенды, это, прикинь, мне нужно опять сколько стримов провести, чтобы качнуть себе новый аккаунт. Ну, это, знаете, такое себе дело. И я так считаю, что никаких денег оно не стоит. Ну, это так себе. Вот, поэтому, ребята, завозите свои лайкосы, а также подписывайтесь на канал. Ну, а кому понравился этот видеоролик, можете даже написать комментарий, какой-нибудь интерес, прям сочный. Ну, а с вами был Вайдер и легенда. Всем пока-пока. Пока, ребят.